привет ребят ну что же все как вы любите питер ночь фонарь приора вы да но это так к сожалению теперь все видосы получается будут то что либо будет скажем так в темноте в небольшой потому что значит это видео снимается после работы или будет при свете то есть это будет два дня максимум это это будут выходные вот значит в прошлом видео к сожалению произошло такое фиаско то есть непосредственно я снимаю получается бы на две камеры то есть первое это то что видите вы а то что вы слышите идет на запись в микрофон вот эти петличка у меня кстати есть ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля вот поэтому в прошлом видео произошел такой прикол то есть я записал 30 минут 20 ну там 20 чем-то минутами получил записи начал все это скидывать на комп и а по файлы повреждены поэтому ребята к сожалению вы слышали только то что заснимала именно вот этот скажем так гопра вот я честно говоря сам был в шоке просто как бы ну шоке сказать как бы это тихо потому что блин 20 минут записи которые ты сидишь как бы треплюсь и пытаешься вам что-то донести рассказать объяснить мало ли есть люди которые хотят повторить или чтобы как быть услышали тебя а тут получается что ничего не слышит конечно версия такая чтобы не выпускать это видео вообще она у меня отпала честно говоря сама собой потому что ну материал отснят как говорится для себя для истории я его все-таки выложил поэтому ну как извиняйте стараюсь теперь я решил что я просто буду копировать файлы в два экземпляра то чтобы не было как говорится проблем так если даже если один у меня слетит и каким-нибудь макаром но второй все таки перед перекинул вот поэтому поэтому вот так вот поэтому сейчас у нас тема какая сейчас получилось так что немножко prior меня подвел то есть ну как значит приехал машинку опустил выхожу поднимаю а у меня не поднимается один один контур думаю что такое что такое полез первым делом багажник опять же разбираю быстренько скидывая клапана с первым делом смотрим что клеммы на месте все клеммочки на месте ничего не свалилось тыкаем кнопку ничего не происходит перекидываем смотрим другой клапан другую кнопку вернее кнопка работает пшикает клапан пшикает перекидываем провод с того клапана на тот клапан который не работает клапан работает можно поднялась поехал все нормально значит проблема в кнопке уже берем тестер банально вот такая фигня за 100 рублей и все работает то есть призваниваем сигнала нет все понятно лезем сюда где-то обрыв самое простое место так как под порогами все на месте лезем в кнопки и находим естественно обрывчик вот поэтому сейчас первым делом я буду запаивать этот просто кочек говорят появился провод от кнопки ну отломался хрен его знает не знаете кнопки делал уже пару лет назад точно если не больше как бы это в принципе все в порядке помогать мне сегодня будет с этим всем моего спаяльная станция вот такая вот фигулина ну на самом деле можно любым паяльником сейчас уже есть паяльники переносные но у меня к сожалению такого нету поэтому сейчас для удобства берем и начинаем делать вперед и с песней что-то еще раз что-то что-то Субтитры подогнал «Симон» Так как тут у меня сейчас уже полный кладезь, нужные детальки всякие, краски, дощечки, деревяшки, бумага, сейчас я буду разбирать пороги, потому что все-таки их надо разобрать, так как у меня будет последующий демонтаж. И, ну, конечно, демонтаж у меня будет с внешней стороны, но все равно внутренне, чтобы не мешали. Вот, и также я сниму сидение, потому что, чтобы, как говорится, не мешало. Буду кататься пока только с одним, хотя на самом деле я уже на днях машину загоняю в гараж и начинаю ее ковырять по-крупному. Как раз делать то, ради чего, как говорится, все это я затеял. Ну, погнали! Так, ребят, ну, как вы можете видеть, я нахожусь в роли пассажирского сидения на приоре. На удивление, все открутилось, в принципе, просто. Небольшие проблемы были с закисшими вот этими вот хренями. Ну, я не знаю, как они называются, правильно. Но не закисьте. Так, и проблемка была с одним болтиком, который вот здесь самый нижний. Но он все равно тоже открутился. Вот. Значит, что с сиденьями, я там не знаю, пока посмотрю. Может быть, я их что-нибудь с ними сделаю, чтобы опять этой ржавчины не было. Потому что, честно говоря, ковер у меня не менять, у меня как-то особого настроения нету. Потому что, чтобы поменять ковер, это надо снимать еще консоль эту. Это, блин, что-то тут еще надо снимать. Вот. Хотя, по-моему, только консоль. Ну, ладно. Сейчас немножко не об этом. Вот. В принципе, доступ теперь у меня к порогу есть. К полику тоже. Как бы, ну, посмотрим, что здесь будем делать. Что варить, что не варить. Потому что я сейчас еще, скорее всего, следующий день, я отдеру здесь шумку. Потому что у меня, сука, шумка здесь в два слоя. Ну, я 4 миллиметра два раза налепил. Вот. Также сниму для удобства, наверное, вот этот вот механизм. Ну, а там уже видно будет, думаю. Ну, мне просто надо заполнить доступ к порогу, чтобы у меня был. Тут у меня, кстати, лежат еще двухмиллиметровка на внутренней часть порога. Потому что я хочу сделать кант. А кант у нас, как известно, состоит из трех частей. Это внешняя часть порога. Вот тут стоит вот так вот усилитель. И третьим бутербродом внутренняя часть порога, которая вот здесь вот. А к ней уже приварен пол. Следовательно, кант у меня весь загнутый. И, скорее всего, мне придется его восстанавливать из подручных средств. Ну, посмотрим. Ладно. Сейчас немножко не об этом. Сейчас она все этих разобрать. Все это разобрал, расковырял. Вот. Ну, а на этом пока закончим. Продолжаем. Значит, сейчас, честно говоря, будет вообще полнейшая, как говорится, amateur porn-видео, потому что я, честно говоря, не знаю, как эту сумку снимать. Ну, то есть, теоретически я-то все это наклеил. Но это было уже овергода четыре, наверное, назад. То есть, вот как бы... Что я вам показать могу? Ну, короче, вот эта шумка. Все это вот шумочка, два слоя, четыре миллиметра налеплены. Задача, как минимум, снять сантиметров, ну, вот столько, короче, снять надо. Поэтому сейчас я вот как бы взял фен, а отверточки, шпателечки, шпателечка буду проводить ее сговорять. Ну, погнали. Знаете, ребят, я думал здесь пиздец. Здесь, короче, хуже. Итак, скажу сразу, из-за чего это все? Это все, сука, из-за занижения. Обратите внимание. Это дырка, это слив, это асфальт. Вот эта дыра идет, вон здесь дыра. Это, короче, все пиздец. Здесь целая. Вот. Здесь, как вы видите, пиздец. Сука, свет. Вот. Значит, из-за чего это? Вот это место, короче, кто ездит на заниженных машинах, он всегда, и на наших, он знает, что вот это место, это то, что цепляется в первую очередь, оближачье и так далее. Вот, ребята, результат. Вот что делает занижение с машинами. Честно говоря, у меня слов нет. Нет, я думал, я знал, что здесь как бы ржавчина, но не думал, что здесь все так, скажем так, хуже. Вот, опять, отвертку берем, и можно... Ну, выполнили. Ну, что, друзья, как вы могли видеть, там полный песец. Я думаю, конечно, будет лучше, но там все-таки все оказалось хуже, чем я думал. Ну, что делать? Ручки есть, будем делать. Так вот, сейчас план каков? Сейчас я снимаю дверь, вытаскиваю проводку, отпиливаю, что-нибудь отпиливаю, что-нибудь отрезаю, короче. Это у нас первый день в гараже, и начнем ковыряться. Кстати, вот лайфхак, как снять дверь в одно ебало. Смотрите, если у тебя пневма, это только с пневмой работает. Значит, смотрите, ребят, сейчас, короче, ставлю просто две точки под дверь, ну, открою побольше. Ставлю дощечки, значит, опускаю машину на эти дощечки и спокойно откручиваю дверь, держу дверь, и она как бы никуда не уходит. Все просто. Ну, я думаю, с помощью домкратов это тоже можно сделать. Ну, что же, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, как вы могли понять, здесь уже пиздеца довольно-таки много. То есть, основной пиздец это вот здесь вот. Вот эти вот, наверное, вам видно, вот эти вот, короче, дыры. От чего? Смотрите, здесь на днище есть так называемые ребра жесткости. Они есть, я думаю, у всех машин. То есть, это, образно говоря, как бы вот так вот ровное днище и вот такой вот уголок. Ну, в принципе, да, вот такой вот уголок. В чем соль? У меня все это было зашумлено четырьмя миллиметрами. Следовательно, я любил, ну, ладно, любил кататься в щах, короче говоря. Вот. Я в итоге протер к чертям, собачьим, короче, ко всем протер вот эти долбанные лыжи. Ну, не лыжи, как они, блин, ну, ладно, вот эти ребра жесткости. В итоге что у меня получается? В итоге у меня получается там отверстие появилось, туда протекла вода, в итоге они как два канала, все с водой, все проржавели. Естественно, вода там накапливалась спокойненько, а из-за шумки я этого не видел. Следовательно, когда машину поднимаешь на подъемнике, там тоже, ну, вроде мятые, а не мятые, а не видно нифига. Вот такой вот минус, наверное, шумки. Следующее. Возможно, вот вы сейчас кто смотрел, кто-то не смотрел, я по-любому уверен, что кто-то этого не смотрел, а заметили, что вот здесь вот у меня что-то немножко не так, как должно быть. Так вот, да, ребят, это было, наверное, году в 12-м или в 13-м, меня не пропустили и немножко мне ебнули сюда. То есть по итогу мне меняли вот эту часть порога. То есть чуть-чуть вытянули и переварили на новую. Вот. Действительно, была дверь мятая. Ну, конечно, по хуйне одним словом. Вот, поэтому сейчас я здесь делаю так. Я вот сейчас все равно смотрю, смотрю и вот думаю, а все ли у меня правильно, геометрически, скажем так. Вот. Ну, да ладно. Как говорится, сейчас не об этом, расстраиваться не будем. Все это, короче говоря, усилок лежит, порог. Я все это переварю. Здесь у меня план какой. Вот я купил, короче, внутренний порог. То есть я, что я с ним сделаю? Я, короче говоря, его вот так вот обрежу где-нибудь по центру. Вот. Зачем? А нахуй я, собственно говоря? Потому что пол, тут какая система? Тут есть как бы вот уголок, пол ложится вот сюда, вот так вот. Снизу. Приваривается сюда на точке и вот так сюда на точке. Следовательно, правильно. У меня лежат листы, двухмиллиметровая, столюга. Его я кладу на новый уровень на пол, на пол кладу. Вот. Следовательно, получается, что у меня вот этот кант, он будет новый. Но. Я же как бы думал, как на семерке сделать, но подумал, нахуй надо, сделаю как надо. По итогу. А здесь будет порог, также таким же бутербродом. Вот. Как бы по заводу. А его следовательно, я вот этот угол возьму вот так отсюда. Ну, половину здесь, половину отрежу, потому что здесь как бы все нормально. А вот там, конечно, не очень. Но, блядь, что делать? Короче, я сделаю. Вот. Я сказал, я сделаю. То есть план каков? Вот сейчас я делаю пороги. В следующей части, ребята, вы, скорее всего, уже будете смотреть, как я... Вот я только не знаю, сделать сначала арку или сделать сначала порог. Хотя, хуй знает. Наверное, я сначала расхерачу тот порог, поменяю тот порог. А потом я буду делать арки, чтобы у меня они получились симметрично. Хотя, с другой стороны, зная себя, я могу сделать эту арку и симметрично ей сделать ту. Вот. Ну, короче, ладно, ребят, посмотрим. Сначала моя задача сейчас сделать, сделать этот ебаный пиздец. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот. Наверное, завтра я как раз вам уже покажу, допилю все, что здесь нахуй мешает. Вот, не знаю, наверное, начну варить. А может, и нет. Значит, про торпеду сразу не бомбим. Вот эта частичка, если что, ее можно перетянуть. Бардачок я еще сниму. Вот. А сейчас у меня кончились диски на болгарку. Ушло, кстати, раз, два, три штуки ушло. Поэтому, а без болгарки мне тут, в принципе, делать нехрен. Поэтому, ребятки, я пойду хуй отсюда. Вот. Значит, честно говоря, я немножко, конечно, немножко злой, немножко в шоке. Ну и, честно говоря, только из-за того, что я вот тут увидел. Потому что я думал, здесь будет получше. Нет, я знал, что вот здесь вот пиздец, как бы. Но вот тут я не ожидал. Ну что же, руки есть, голова есть на плечах. Так что, до следующего дня. Ну что, дамы и господа. Ну да, если я надеюсь, что-то какие-нибудь дамы тоже смотрят мои видосы. Вот. А погода. Погода, это не буду говорить. Питер, долбанная облачность и, сука, дождь. То какой-то, то морость, то еще что-то. Вот, блин, второй день работать. Значит так, поэтому что мне? Ну, как вы уже видите, вот такое вот небольшое эротическое порно в виде настила пленки. Это я вот сейчас с морды убрал. Значит, с морды убрал почему? Я сейчас составлял геометрию. То есть, как, блядь, что за дебил, блядь, как геометрию, какой нахер геометрию, сука, делать. Пацаны, я не говорю, что я, то, что я делаю, это идеал, то, что это правильно, то, что это, как говорится, все нормы соблюдены, что это вообще по заводу и так далее. Нет, ребята, я это делаю так, как я, сука, считаю нужным и так, как мне кажется. Так вот, в чем прикол? Значит, когда мне вытягивали порог, делаем машину на подъемнике. И у меня такое ощущение, что после этого, когда вот разрезали, расцвели порог, морда у машины чуть-чуть отвисла. То есть, когда смотришь на машину вот так, вот, скажем так, спереди, казалось, что вот эта сторона, ну, пока мне это глазом казалось, она чуть-чуть ниже. Так вот, что я сейчас сделал. Во-первых, ну, это у меня уже лежит бочина, как говорится, я по ней меряю. Смотрите, у нас получается, кто знает, как сделан кузов у Приоры, прекрасно понимают, что вот здесь идет лонжерон. Лонжерон идет вот, вот как бы вот он идет вот так, вот так, вот так, переходит вот сюда. Здесь он заканчивается. То есть, вот это вот самое жирное место, это сука лонжерон. Так, значит, здесь у нас теперь, как говорится, грани есть, они совпадают, все нормально. Проем приложил, то есть, я его сейчас, одной рукой ездить неудобно. Короче, тоже все вот эти вот линии, контуры с проемом у меня теперь совпадают. Вот здесь, здесь я отсверлил усилитель с одной стороны и с другой. Значит, как я уже сказал, вот эту часть я буду перетягивать, если что, как бы это маленькая вставка, не проблема. Вот это прикоснул. Вот, это выпрямлю. Вот единственное, что я думаю, что скорее всего, я вот эту херь вырежу, вот эту вот, вот так вот, и заварю сюда новый кусок, точно так же вот сюда. Вот, значит, что касаемо геометрии. Так как стапеля, теоретически, тут как бы нету, есть доска там и доска там. Доски одинаковые, земля одинаковая, конечно, уровня у меня нет, проверить, но точно так же я поставил доску теперь вот сюда и вот этот маленький комбик, он идет под так называемого краба, то есть под крепление балки к рычагу. Таким образом, я вот говорю сейчас, я вот домкратил морду, у меня весь лонжерон делал вот так вот. То есть, реально это работает. Так вот, там я, как говорится, поймал грань, но это сиденье стоит неудобно. Вот. Теперь, как говорится, вот это у нас, так как я вчера была суббота, сегодня воскресенье, значит, сейчас как бы гораздо можно видеть, что морда у машины ровная вся. Вот. Что, как говорится, и должно быть. Ну и что теперь я буду делать? Теперь мне надо сварить порог, то есть я, как говорится, где он, где тут у меня лежит, короче, пескостурный пистолетик, я сначала отписочу все здесь к хуям, всю вот эту ржавчину, загрунтую и начну вырезать из порога, потому что у меня вот есть порог внешний весь, есть усилитель, вон лежит внутренний порог и, блядь, ну вы поняли, короче, и вот усилок лежит. То есть все это я подгоняю, все это прикрашиваю, и так как машина стоит, скажем так, в горизонте, все это завариваю намертво и все к чертям. Вот, но это, ребята, вы уже увидите в следующей серии, потому что, к сожалению, как ни крути, вон, кстати, вон у меня как-то, сколько оно натикает, это уже раз, два, три, четыре канистры натекло. Так вот, ребята, в следующей серии это все уже будет в следующей серии, как... все уже это будет в следующей серии, но в следующей серии уже будут сниматься в темноте, к сожалению, потому что это будет будний день, завтра начинается долбанная рабочая неделя, вот, а вот, кстати, арочка, вот она, сука, тут, ребята, и шумка нахрен не нужна с таким слоем, штука турки. Теперь такого не будет, кстати, такого теперь не будет. Вот, ну, то есть план у меня довольно прост, когда у меня будет порог, я буду делать днище. Днище я вот так уже начал вырезать это все говно. Вот. Сейчас я просто машинку закрываю обратно пленочкой, чтобы туда ничего мне не текло, потому что, как вы видите, вот с этой, вот с этой питерской погодой. Все хреново. А, опять же, ребят, в гараж, вот смотрите, вот один гараж, то есть ты как бы так вот, знаете, дверку открываешь, а он тебе такой ля-ля-ля. Вот. Ну, и, следственно, то же самое у нас во втором гараже. Ля-ля-ля. И у нас еще вон трупак стоит без мотора, который, мотор лежит вон здесь вот. Так что вот, друзья, делаем все в условиях суровых пленышных. так что вот, ребят, как говорится, ссылки на драйв, ссылка на этот, на мой инстаграм, кому интересно, также группа вконтакте, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайки и, как говорится, всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok